здравствуйте любители комнатного цветоводства конечно же знают о таком красивом растении одно из самых красивых растений наши подоконники это глаксиния и сегодня мы поговорим поподробнее об этом растении вообще глаксиния правильно называется синингия но они родственники и поэтому не столь важно как называется цветок главное если вы правильно вырастите он вас одарит целым букетом красивых необычных очень ярких привлекательных цветов глаксиния это клубневое растение и в земле находится клубе а уже из него сначала вырастают листья а потом вырастает целая шапка вот таких вот колокольчатых цветов власти не бывают разного цвета и это растение так любят селекционеры что они до сих пор продолжают выводить новые новые сорта и гибриды вот красные есть и с белым краем и с синей серединкой и вот такие еще много много разных цветов как посадить глаксинию вообще глаксинию можно размножить семенами семена у нее очень мелкие семена примерно такие же как у питоне они продаются в капсулах на дне этой капсулы вот такие вот мелкие очень мелкие семена если вы будете сажать глаксинию семенами то зацветет она на второй год потому что в первый год у нее образуется клубень а уже цветки появятся на следующий год еще в продаже есть глаксинии и клубнями клубни глаксинии обычно продаются полиэтиленовых пакетов с небольшими дырочками и обязательно они должны быть засыпаны опилками чтобы клубень не пересок клубню глаксинию сажать лучше всего потому что уже в этом году она зацветет и покроется целой шапкой красивых крупных цветков посмотрим какой же он клубень глаксинии когда будете выбирать какой вам клубень купить обращайте внимание на то что клубень должен быть твердым таким плотным не мягким не сморщенным вот здесь мы уже видим на верхушке клубня начали проклевываться росточки и это сигнал к тому что глаксинию нужно срочно сажать вообще это растение интересно тем что оно растет весна лето осень а на зиму надземная часть отмирает и растение уходит спячку перед тем как посадить глаксинию мы ее замочим в стимуляторе корнеобразования это может быть корневин это может быть hb а мы воспользуемся янтарной кислотой которая также очень хорошо влияет на стимуляцию корнеобразования вот на этот маленький стакан надо провод маленькую щепоточку янтарной кислоты чуть-чуть она очень хорошо разводится в воде и помещаем клубе но помещаем так чтобы вот это вот верхняя часть водой залита не было угла к сине мелко пушеные листья и там задерживается вода и вообще у всех мелко пушеных растений нельзя листья смачивать иначе возникнет риск загнивание и вот так она у нас пусть позамачивается где-то минут 20 пока замачивается клубень глаксинии приготовим горшок и землю корневая система глаксинии не длинная и залегает не глубоко но она больше распространяется в ширину и вообще растение довольно таки крупный в диаметре она высокая но на как вот шапкой и нижние листья у него длинный поэтому когда выбираете горшок для глаксинии отдавайте предпочтение не глубокому но широкому горшку на дно обязательно дренаж обязательно должны быть дренажные отверстия землю выбираем близкую к нейтральной но немножечко слабо кислой это может быть и универсальная земля для всех цветущих растений и есть еще специальная земля для фиалок как раз в эту землю хорошо сажать глаксинии и насыпаем нашу землю в горшок практически до верха земля должна быть рыхлой земля должна быть легкой чтобы не было застоя воды в горшке потому что любой застой воды приводит к загниванию корней вот земля такая вот торфяная хорошая она очень подойдет для посадки глаксинии делаем небольшое углубление и теперь главное посадить наш клубень на нужную глубину клубень заглубляем максимум на 5 10 миллиметров вот так вот и обязательно заметим где находится у нас вот это вот если даже еще не проросло где у нас находится верхушка клубня и поливаем остатки лимонной кислоты можно вылить сюда первое время пока глаксиния укореняется полив должен быть умеренным а затем глаксини нужно будет поливать хорошо и ставим вот в таком виде горшок на теплое светлое место когда глаксиния укоренится мы сразу увидим что ростки пошли в рост и как дальше ухаживать за этим цветком мы расскажем в следующих роликах пока подождем пока она укоренится и надеюсь наши советы помогут вам правильно посадить наши глаксиния потому что из-за правильной посадки зависит будет она цвести или нет и 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 Субтитры подогнал «Симон»